Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Концерт Тихоокеанского симфонического оркестра «Музыка Голливуда» состоится в Приморской филармонии. Музыканты во главе с заслуженным артистом России Анатолием Смирновым предлагают слушателям вновь окунуться в атмосферу любимых фильмов. «Однажды в Америке», «Миссия», «Титаник», «Список Шиндлера», «Гарри Поттер». Ленио Марикона и Джон Уильямс – настоящие мастера, отмеченные многими наградами и премиями. Это те композиторы, о которых уместно говорить. Они прославили Голливуд, а не наоборот. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 800 рублей. А в Пушкинском театре для вас выступят «Золотые голоса Кореи» в программе арии, дуэты, трио и сцены знаменитых опер «Песни народов мира». Вы будете очарованы исполнением мастеров настоящей школы итальянского бельканта. Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 600 рублей. Генеральное консульство США во Владивостоке приглашает всех желающих на просмотр фильма «Скрытые фигуры». Картина номинировалась на три «Оскара», включая награду за лучший фильм. Это история трех афроамериканских женщин, работавших в Центре математических расчетов НАСА во время космической гонки между США и СССР. Их работа позволила совершить первый успешный полет на Луну. Показ фильма на английском языке начнется в 15.00. Вход свободный, количество мест ограничено, на просмотр будут зарегистрированы первые 35 человек. В Театре молодежи состоится волшебная история в одном действии «Вовка в 39-м царстве». Начало в 11.00, стоимость билетов от 350 до 400 рублей. Расследовать преступления, вооружившись микроскопом, спиртовкой, химическими реактивами и чашками Петри, приглашает музей города. Научная программа для детей «Научный детектив. Сезон первый» состоится в 10 и в 16.00. Стоимость билетов от 1550 до 1690 рублей. Первый этап чемпионата «Властелин кольца-2018. Весенняя сессия» пройдет в карт-центре «Приморское кольцо». Участниками гонок на прокатных картах могут стать все желающие, которым уже исполнилось 16 лет. Вход для зрителей бесплатный. Начало в 10.00. Драматический театр Тихоокеанского флота приглашает на ночь в театре. С 11.30 часов утра на разных площадках театра состоятся спектакли, творческие лаборатории, музыкальные шоу, мастер-классы. Вход свободный. На гала-концерт Пятого Всероссийского открытого фестиваля конкурса экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка опоры» приглашает Дворец культуры железнодорожников. В программе примут участие талантливые победители фестиваля. Если вы любите музыку и детское творчество, приходите и поддержите талантливую молодежь Дальнего Востока и других регионов России. Начало в 14.00. Вход свободный. Любимые песни и свежие хиты, живой звук и неудержимый драйв. На сцене в «Феско-Холл» выступит автор-исполнитель Денис Майданов, обладатель премии «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» и многих других. Начало в 18.00. Стоимость билетов от 1600 до 4000 рублей. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Спектакль «Приключения Колобка» с альтернативным финалом состоится на сцене театра «Кукол». Начало в 12.00. Стоимость билетов 270 рублей. На спектакль «Фарс» по пьесе Джона Патрика в двух действиях «Как бы нам пришить старушку» приглашает театр имени Максима Горького. Типичная американская рождественская сказка-притча, смешная и грустная, о всепобеждающей силе добра не оставить зрителей равнодушными. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 400 до 1500 рублей. О вранжереи ботанического сада открыта новая экспозиция цитрусовых. Вам расскажут и покажут, из каких цитрусовых получают любимые ароматы, какие цитрусовые вкусны, а какие годятся только для мистических обрядов. А еще расскажут, как вырастить эти чудесные и полезные растения дома, в квартире на подоконнике, в зимнем саду или в офисе. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 170 до 200 рублей. Владивостокский волейбольный клуб «Приморочка» в рамках чемпионата России среди клубов Высшей Лиги А проведет в спортивном клубе «Олимпийц» матч с клубом «Самрау». Вход свободный, начало в 17.00. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.